Доброго времени! На этом видео посмотрим на такой уникальный аппарат из прошлого. Однако, сквозь 30-летнюю толщу времени, если можно так сказать, дошел до наших дней в состоянии практически капсула времени. Новый, нетронутый, запечатанный. Поэтому на этом видео мы посмотрим на содержимое этой коробки. Это кассетный плеер Walkman, модель EX511, как можно видеть. Вот такой коробочке он продавался в Японии, продавался на японский рынок. Мы видим надпись Made in Japan, вот здесь просматривается. Вот перечислены все его, скажем, особенности или достоинства этой модели. 11-кратный высокоскоростной поиск музыки Music Search. Full Button Remote Controller. Кнопочный полный пульт дистанционного управления. Указывается, что это ультра тонкий плеер. Его толщина всего лишь 2,3 мм. То есть здесь счет уже в то время в погоне за изяществом, за тонкостью этих плееров шел уже на десятые миллиметра. А также есть функция повтор одной песни Once on Repeat. AMS и Blank Skip. AMS это Music Sensor, автоматический, то есть поиск трека по паузе. И Blank Skip, пропуск длительных пустых фрагментов на кассете. Предположим, одна сторона кассеты закончилась. И остается несколько минут до окончания. Плеер определяет сам наличие паузы. Включает перемотку и воспроизводит следующую сторону. То есть это функция Blank Skip. Ну что, попробуем распечатать коробку эту. Так, где она тут запечатывалась. Надеюсь, можно будет как-то аккуратно надорвать здесь. Ага, похоже, вот здесь. О, отлично. Вот так вот этот аппаратик можно извлечь из этой лавсана, из этой пленочки. И что ж, переходим к открытию. Что внутри находится? А внутри находятся, ну что, документы все, естественно. Талон о покупке этого плеера. Дата покупки. Штамп магазина, похоже. Ну то есть этот талончик является и, соответственно, гарантией. Дальше сами документы. User's Manual. И вот я вижу, что здесь такие наушнички, покрытие поролоновое, тоненькие, которые одеваются на родные наушники. Ну а я вижу, что повреждено. Скорее всего, они пришли в негодность. Нужно будет со временем избавиться. Дальше рекламный проспектик батареек питания. Operating Instructions. 94-й год выпуска этой модели. X511 инструкция напечатана в Японии. Плеер также изготовлен в Японии. Но я не буду открывать это, тем более он запечатан здесь. То есть, смотрим дальше, что зарядное устройство. Made in Korea. Корейское. Мы видим затавление. 100-вольтовое. 1,2 вольта. 300 мА output. То есть, предполагалось таким зарядным подзаряжать аккумуляторные батареи. Дальше. Здесь пакетик с... Вот так выглядели наушнички. Немножко белесая такая, я вижу. Пелена подернулась на внешнем ободке. Однако, я думаю, что если растворчиком каким-то... Да, можно и протереть, собственно. И все это, естественно, возвращается в новое состояние. Походу, эти наушники никто никогда не использовал. Ну, если плеер, конечно же, не открывался. Да. Все разъемы блестят серебром и позолотой. Вот такие наушники. MDR-EW21E. Модель этих наушников. Ну, вот так они были упакованы. Дальше. А дальше. О, я даже не хочу это открывать. Это, похоже, аккумулятор этого плеера. Батарейки, которые шли в комплекте Walkman. Но это определенно мусор. Конечно же, от этого нужно избавиться. За исключением вот этой клипсы, пожалуй, которая... Можно очистить. И это клипсы для крепления наушников к карману одежды или к лацкану пиджака. Ну, в общем-то, что еще есть? Есть контейнер для питания плеера. Не только от аккумулятора, но и от стандартной батарейки. Ну, поэтому вставим батарейку. Попробуем, как работает этот плеер с этого контейнера. Закрываем. Мешочек родной, неиспользованный. Вот, что было еще в комплекте. Ну, и извлекаем сам плеер на свет божий. Ну, а мы видим, что частота контакта плюсового батареи свидетельствует о том, что этот плеер никто никогда не использовался. Вот так блестит логотип Sony новизной. Все кнопки блестят. Посмотрим, что за надписи есть. Made in Japan просматривается. Также Sony Corporation, требования по питанию. Ну, вот такой неиспользованный мешочек для ношения и хранения этого плеера. Ну, что, вставим аккумулятор в этот ультратонкий, как здесь написано, 20,3 мм толщиной. Ну, я не буду штангенциркулем перезамерять толщину. Поверим, что это так и есть. Ну, вот такой плеер. Заглянем на состояние головки, магнитной головки, прижимных роликов. Ну, все в идеале, на мой взгляд. То есть, плеер действительно, если и распечатывался, то, скорее всего, для очень непродолжительного использования, если вообще был использован. Ну, и размер его посмотрим, вот, относительно стандартной кассеты, как он выглядит. То есть, кассета даже немножко его толще. Ну, по ширине я имею в виду шире, шире не толще, правильно сказать, шире. По толщине, вот он следующий. То есть, практически, как стандартный подкассетник, стандартная коробка. Ну, и вот так вот он выглядит, если выровнять по нижней грани. Не намного толще, не намного выше, чем стандартная коробка для кассеты. То есть, действительно, это ультра-тонкий кассетный плеер. Ну, аккумулятор вставлен. AVLS выключим. Это ограничение максимальной громкости. Усиление басов стоит в нормал. Здесь две ступени. Extended Dynamic Bass Boost. Расширенная система усиления басов. Динамическое усиление басов. То есть, чем больше громкость, тем... В общем, адаптивно работает эта функция. Что есть внутри? Да, вот внутри заглянем. Здесь два потайных переключателя, спрятанных, так сказать, заподлицо. Dolby Noise Reduction. Включение и выключение. Вот внутри. И также Blank Skip функция. И она же... Это режим работы автореверса. Разовое или многократное воспроизведение кассеты. Dolby Noise Reduction. Но так как это, скорее всего, не основные функции. Их спрятали внутрь кассетного плеера. А может быть, с точки зрения конструктивного удобства, было решено вынести на эту сторону. Эти два переключателя, как правило, Dolby Noise Reduction на поверхности плеера. Но в этой модели сделали внутри. Так, ну посмотрим, как перемотки. Итак, плеер запустился. Вот кассетка начала вращаться, мотаться. Присутствует шум от кассеты. Ну, соответственно, кассеты с бобинками, они, как правило, всегда шумноваты. А вот в этом направлении шум совершенно отсутствует. То есть... Ну, вот так вот мотает этот плеер. Включаем на воспроизведение. Ага. Вот мы видим, что идет воспроизведение кассеты. Но имеет смысл, конечно же, подключить наушники. Сейчас попробую. Если недалеко лежат... Да, вот поблизости лежали наушники. Я штатные не буду сейчас подключать. Хотя можно проверить пульт дистанционного управления. Так, громкость здесь средняя. Средняя 4,5. Ну, вот так вот. Вот такой звук с этого плеера. Ну, по-моему, очень хороший. Ну, естественно, аппарат новый. И сейчас я надену наушники на голову на несколько секунд, чтобы погрузиться. Просто тут с первых секунд слышится, что это фантастическое звучание у него. И я просто даже не буду вдаваться в подробности. Я знаю, как звучит эта модель. И знаю, какой она имеет феноменальный звук. То есть никаких не искажений, не помех, не детонации. И коррекции по басам совершенно не требуется. То есть если кассета записана хорошо, эталонно, правильно. Так, ну вот, немножко я перемотаю вперед. Так, ну, кассета иногда при перемотках входит в резонанс. Такой звук получается жужжащий. Ну, это нормально для кассет абсолютно. Ну, в общем-то... Это ограничение максимальной громкости. Мы видим, срезает сразу децибелы. Не, наверное, не децибелы, а микробелы. Будет правильно использовать. Деций. Это 10-2, а микро 10-3, да? Нет, микро это 10-6. Мили 10-3, да? Мили белые. Срезает этот переключатель. Это переключатель AVLS. Ограничение максимальной громкости. Ну, регулятор громкости, вижу, не шуршит. Ну, вот. Снова реверс. Ну, и интересно проверить, будет ли работать от внешнего контейнера. Я также батарейку вставил. Сейчас мы отсоединим этот аккумулятор. Можно запитывать одновременно, параллельно. То есть, время лишь воспроизведения увеличивается практически троекратно. Если питать не от аккумулятора. Кстати, от такого аккумулятора, как правило, плеер, если полностью заряжен и правильно заряжался, то работает не менее десятка часов. Так, ну, включаем. Ага, все работает. То есть, все хорошо. Посмотрю, как работает AVLS. Предположим, хотим мы на начало этого трека перемотать. Включаем перемотку назад в воспроизведении. И смотрим на бобинки кассеты. Сейчас перемотка произойдет до первой паузы. Как мы увидим, если это пауза продолжительностью более чем 4 секунды, включится остановка. И автоматически плеер начнет воспроизведение текущего трека. Это при условии, что мы один раз нажали. Ага, вот плеер как раз нашел паузу. И включит теперь воспроизведение. Да, вот этот трек начинает играть. Сейчас чуть-чуть вперед промотаю. Ясно. Ну, в общем, работает в этом плане. Все отлично. Звучание этой модели очень-очень классное. То есть, не нужно гнаться за каким-то топом, за верхними номенклатурными номерами. Хочу сказать, что эта модель... Кстати, вот даже есть возможность питания от полутора вольт, от внешнего адаптера постоянного тока на полтора вольта. Плюс по центру идет. Да, и выглядит этот адаптер следующим образом. Очень редкий, дорогостоящий адаптер. Однако, задавшись целью, можно поискать и найти. Полтора вольта, тысяча миллиампер. Это стандартный адаптер для питания кассетных плееров, вокменов. Вставляется вот в этот разъемчик в контейнере для внешнего питания от батарейки. И, соответственно, батарейка может находиться внутри. Питаться плеер будет от вот такого адаптера его модели, ACE-15A, made in China, как принято было в то время. Ну и здесь очень длинный провод, нужно сказать. Около, наверное, двух метров я измерял, но не меньше, чем два метра. Может быть, даже и больше. Так что, ну интересно, пульт дистанционного управления еще проверить. Вставим, вот как он запечатан был в магазине. Вставляем пульт дистанционного управления и нажимаем воспроизведение. Так, пульт работает. Да, громкость есть. Можно добавить громкость. Ага, нужно мастер-волюм добавлять. Ну, с этих наушничков, вкладышей, звучание очень тихое. Ну, так было принято в то время. Вот так они выглядят. Ну, наушники были весьма и весьма посредственные. Поэтому любые современные вакуумные наушники звучат в кассетных плеерах просто фантастически. Неодимовые магниты творят чудеса. В общем-то, рекомендую, конечно же, использовать родные наушники. Но в плане того, что эта модель представляет коллекционную ценность. Скажем, то наличие вот этих всех родных аксессуаров, инструкций, соответственно, добавляют ценности этому аппарату. Потому что вместе с этими бумагами мы, естественно, приобретаем невидимый билет в машину времени. Которая идет в комплекте вместе с этим плеером. И даже вот этот мусор кто-то ценит. Вы посмотрите, какая гадость. Это ваша заливная батарейки. Ну, вот так. Конечно же, я это выброшу. Потому что едва ли какому-то здравомыслящему человеку придет в голову хранить подобные вещи. Ну, а плеер сам вот в таком состоянии. Состояние капсула времени. Полностью рабочий. С великолепным звуком. Классная модель. Таких у меня было много. Но в состоянии новой. Это, можно сказать, единственный вариант. Да, собственно, он в состоянии нового. Этот аппарат огромнейшая редкость. Найти практически невозможно. Нереально. Если задаться целью. Ну, может быть повезет когда-то. В какие-то года через. Но так, чтобы сразу он был и лежал в легком доступе. Нет. Такие вещи, как правило, легкодоступны. Не бывают. Да. Вот такая еще кассета. С большими каточками. Посмотрим, как она эстетически красиво смотрится. Ну, тоже. Да. Играет. Работает. Реверс. Работает ли с пульта. Да. И реверс работает. Перемотки. Вот здесь перемотки. Поиск трека по паузе будет активирован. Если с воспроизведения нажимаем перемотки. Ну, можно в любой момент остановить и нажать воспроизведение. То есть, ну, вот так работает этот аппаратик. В таком он был комплекте. Ну, больше вроде как и нечего добавить. Благодарю за просмотр. Ни лайков, ни подписки. Ничего не нужно. Это лишь демонстрационное видео содержимого данной коробки. Которые эту модель, собственно, в коробочном варианте в наши дни встретить невозможно. Невозможно. Ну, да, повторюсь, что просто так или в свободном доступе они не лежат. А если и лежат, то совсем-совсем недолго. Вокманы в коробочных вариантах имеют особую ценность. Ввиду своего хорошего, ностальического, чистого, честного, открытого звучания. Благодарю за просмотр. Всем хорошего дня. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok